Итак, всем привет, с вами Дабгай, и мы начинаем играть за Италию в ванильных Херцфайрн 4. Вышло недавно классное дополнение, теперь у Италии очень много фокусов, причем хорошо проработанных. Какие-то, конечно, вещи все еще не дотестированы и работают так себе, но в основном здесь все работает прекрасно и очень интересно. Пойдем мы по пути свержения Муссолини, но не через коммунистический путь, а через Большой Совет. И позже выйдем на секретный путь. Вот, но это вы увидите, когда мы до этого дойдем. А тем временем у нас здесь идет война в Эфиопии, подвел ее сюда в авиацию, все как надо, уже есть все приказы на атаку, и сейчас мы будем потихоньку захватывать Эфиопию. Единственное, нам, чтобы перейти к Большому Совету, нужно будет не уверенно победить, а сначала противостояние вступить в Эфиопию, но это ничего. Поехали. А начальные битвы все очень простые, в принципе и дальше тоже, никаких сложностей у Италии нету, чтобы победить Эфиопию. И мы поэтому поформим побольше опыта. Здесь, собственно говоря, учитывая то, что нам нужно Эфиопию не по-быстрому захватить и капитулировать, а немножко долго этим заниматься, это нам даже на руку. Вот они, наши миссии на захватить Северную Эфиопию, захватить Южную Эфиопию. Мы захватим, скорее всего, просто Северную, Южную поддержим, чтобы она провалилась. Также у нас тут ивент на то, чтобы слетонат Ауса подчинить, ну и они, в принципе, сдаются почти всегда, да. Но отлично отказываются они от борьбы, мы просто занимаем эти территории. На Севере мы тут отличное наступление сделали, здесь мы пока не спешим идти дальше, мы просто формим опыт и ждем провала Южного наступления. В Германии тем временем началась гражданская война, я замечу, что я ставлю Ahistorical, то есть может происходить что угодно, страны не следуют своим историческим путям. Ну, я считаю, что это правильно, потому что мы, собственно говоря, тоже не историческим путем ведем. А здесь у нас еще Япония вышла из морских соглашений, что значит, что у нас скоро они, собственно говоря, будут очень-очень свободными и мы сможем строить очень плотные корабли. И вот и оно, застой на Южном фронте, мы выбираем, что мы хотим, связка или противостояние. Мы, конечно же, выбираем противостояние. По фокусам, кстати говоря, мы здесь пока что промышленность идем, построили мы инфраструктуру, полезная очень вещь. Здесь железные дороги, но самое главное, здесь вот мы берем себе минус 5 ТНП и две фабрики, возьмем себе эту тысячу для исследований и затем пойдем вот сюда, чтобы побыстрее, большой совет, нажимать кнопки и побыстрее избавляться от муссолини. Ну и теперь, раз уж Южное наступление, так сказать, провалилось, мы сейчас начнем наступать. Как вы можете видеть, на этой линии я просто начал делать атаки без захвата провинций. Армян в Африке разочарованы, но это без разницы. Теперь можем, если мы захотим, подзахватить, хотя можно еще все еще пофармить немножко опыта. И, кстати, хорошо, что я решил не спешить, у нас еще дали задание на, собственно говоря, захватить эфиопию, которая даст нам стабильность, опыт армии, полетлась, супер, короче. Так что мы еще, наверное, пофармим немного, я уже себе поставил два духа, начал здесь спамить кавалерию, чтобы увеличить добровольцев, игра стрелков потом побольше построить. И, собственно говоря, пофармим мы еще, потом закончим, выполним задание приятное и будем думать, что дальше. Не захватывая у них провинцию, но, видимо, у них желание поддержки войны упало, что ли. И у нас эфиопия капитулировала. Выполняем эмиссию, ну-ка, оп, отлично. Получаем приятную стабильность, почти готова ячейка, и сейчас пойдем мы по политическим фокусам. Появляется у нас вот задание «Усмирите эфиопию», но, во-первых, мы это успеем сделать, это задание очень сложно выполнить, а бонусы за него очень маленькие. Да и, вроде как, я думаю, это задание пропадет, когда мы уберем дучу. Кстати говоря, мы тут успеем еще даже закинуть добровольцев в Германию и пофармить тут опыта. Отлично, вот у нас войска от прибыли в Баварию, а значит мы сейчас неплохо пофармим. Даже фельдмаршала можно переназначить, все равно сюда мы потом будем назначать вот этого парня. Это у нас будущий фельдмаршал главный. И в Испании начинается гражданская война, а это значит, туда мы тоже можем отправить три дивизии. Именно так мы, конечно же, и сделаем. Ну, в Германии мы не успели много нафармить, уже в Германии аннексировали вторую. Поэтому только Испания у нас есть, и вроде... Ага, у нас еще есть в Эстонии. Но мы пока, я думаю, туда доедем, она уже закончится, так что я не думаю, что есть смысл рыбаться. Из интересного, пока мы тут занимались промышленностью, в Японии началась гражданская война коммунистов против Хирохита. Мы посмотрим, что там будет, а мы пока фармим опыт в Испании. Забавно, что Эстония все еще воюет, но туда можно отправить всего одного добровольца, так что это неинтересно. А в Германии чернорубашечники? Забавно. Германия избавилась от фашизма, а вот Британия только-только туда приходит. И мы тоже, в принципе, избавимся от него. Ситуация интересная. Так произошел мем, и Испания стала испанской директорией, и у меня добровольцы испарились и уехали. Надо теперь подождать, пока они вернутся, чтобы я мог им снова отправить. Кстати, отправил в Эстонию встать, ну, танковую дивизию. Я подумал, что пускай этот попробует потихоньку танкового лидера накачать. И еще в Японию мы тоже подотправили. Неплохо мы тут, на самом деле, фармим. Об нас все стукаются и стукаются. Очень такие тоненькие дивизии. И мы хорошенько здесь фармим. И опыт, и авиация, и наземные. Супер. Сейчас вернулись. Вот мы обратно отправляем те же самые дивизии. Нет, а вот... Ведь я подозреваю. Нет. Ладно. Ну, в любом случае отправляем. В конце концов, по фокусам подошли к большому совету. Уссаление тут власть. В минусе. Отлично. Здесь в Японии мы просто бесконечно держимся. Очень это круто. Очень много опыта. В Эстонии тоже парень потихоньку качается. В Испании. Мы просто держим клочок. Ну и тоже качаемся. В принципе, нормально. То в Испании, конечно, сюда подведет побольше войск. Но ничего. Польша тоже гражданская война. Значит, и туда мы поможем и отправим наших парней. И Югославия, судя по всему, выполнила фокус на развалиться. Я не помню, какие это конкретные фокусы. Но Югославия у нас здесь на мелкие державы распалась. Но мы тем временем исследовали тяжелые пулеметы и пушки. Это значит, что пора делать нам наши истребители новые. И примерно вот такой вот шаблончик. Для истребителей я решил сделать. У нас будут пушки, тяжелые пулеметы, вторые двигатели, чтобы это все нести. И нам нужно обязательно повысить защиту. Потому что в новом патче теперь защита атака орляет намного больше маневренности. Ну и в принципе мы ее не сильно-то и снизили. Но атака очень выросла. И очень важно баки. Чтобы увеличить дальность. Так что примерно вот такой самолетик у нас будет. Только давайте ему, конечно же, иконочку покрасивее сделаем. Вот хотя бы такую. И начнем потихоньку, как только у нас появятся военные заводы, производить истребители. Пока у нас очень много на пехотном снаряжении. Тут кавалерию спамим. Чтобы отправлять больше добровольцев. И чтобы потом сделать больше горных стрелков в один момент. Тут, кстати, подъехал прикольный баф. Который мы, конечно же, возьмем. Швейцарская торговля золотом. Почему бы и нет? Видимо, Швейцария пошла в сторону стран оси. И он нам даст ваф. Ну как здесь. Вот он, да. Очень неплохой. И скорость. И ТНП. Ну и немножко в отсутствии исследования. Отлично. Все равно за Швейцарию нападать не планировал. А тем временем в Советском Союзе началась гражданская война. Новая. Но ничего. Японии, кстати, мы оборону держим отлично. Они, как можно видеть, дружинены так. И просто стираются в ноль вообще. Некоторые дивизии. Ну, ожидаемо в Испании также директория проиграла. Потому что, ну, в директории очень мало территорий и очень мало войск. Испания в итоге коммунистическая будет. Либо демократическая. Но я думаю, Советский Союз нажмет кнопку. Кстати, если говорить про промышленность. Мы уже построили достаточное количество себя фабрик. Начинаем строить нефтеперерабатывающие заводы. Потому что нам, очевидно, нужна резина для самолётов. И, очевидно, очень много нужно нефти для нашего плота и авиации. Ну и после этого мы уже начнем делать военные заводы. А параллельно, я думаю, мы будем уже двигаться в сторону захвата Югославии. Конечно, вот этот развал нам очень неприятен. Потому что теперь колобок придется не делать, потому что он не такой эффективный. Вместо этого я решаю, что можно захватить Грецию. Поэтому мы туда делаем КБ. Тихонечку. И вот пойдем еще между делом Албания также захватим. Собственно говоря. Так, Британия тут фашизм уже подошел. Вместе с этим Канада и Австралия объявили о независимости. И я думаю, остальные колонии, да, последуют за ним. Но это на самом деле приятно. Потому что Британия будет чуть-чуть послабее. И у нас, наконец-таки, партия. Нейтралов получила 25% необходимых. И мы идем в нее, наконец-таки. Кроме того, мы себе, собственно говоря, Албанию захватили. И готовим уже здесь высадку в Крит, Грецию. И сейчас будем подводить армию. Будем готовить наступление с севера. Между делом, я еще хочу там колобка сделать. Как говоря, это мы сделаем. Так, вот оно. Наш король стал правителем. Приятно, конечно. Но самое главное, нам теперь нужно дать всю власть королю. А значит, еще больше по поддержке партии. Ну, потихоньку, видите, она растет. Так что будем двигаться в эту сторону. А еще мы тут очень важны промышленные фокусы. Также можем взять себе. Единственное, вот это вот. У нас скоро сходится с фабрикой берет. Но, в принципе-то, у нас уже в тот момент все фабрики нужны и построены. Так что неважно. И мы держим дальше в промышленности. Кстати говоря, возможно, нам стоит перед этим сделать... Кажется, государстве. Вот непонятно, что значит государство. Это имеется в виду, что если мы здесь построили нефть, то она будет 2-2 нефти. На всякий случай, давайте делаем сначала нефть в Албании и Ливии, а потом возьмем этот фокус. Кстати говоря, мы можем сделать антифашистские рейды, и я думаю, что это того стоит. Анти-демократические, в принципе, возможно, тоже. Так мы побыстрее нашу партию к власти приведем. У нас просто политки безумно много. Потому что нам ее никуда особо тратить. У нас до этого на генерал смога... Можно нажимать кнопочки. Забавно, а предложение союза от Британской империи, в принципе, почему бы и нет. По крайней мере на данный момент. Если что, мы потом сможем без проблем из этого альянса выйти. Но пока что это будет полезный союз. В Японии тут у нас наконец-таки пробили. Это, в принципе, неплохо. Мне эти войска уже как раз нужны в Греции. Так что мы подождем, пока заберут Токио. Подформим еще параллельно, что сможем. И уже будем готовиться нападать на Греции. У нас как раз колобок готов. 45 процентов. Это, кстати, хороший результат, потому что могло быть 30. Так, тут у нас все готово. Авиацию только сюда перебросить. Японцы еще к нам не вернулись, но нам уже пора нападать. И, собственно говоря, это я уже и буду делать, но уже в следующей серии. В этой серии мы себе отстроили промышленность. Уже начали строить военные заводы. Собственно говоря, теперь самолеты начинаем потихоньку строить. Потом будем строить себе обязательно морские бомбардировщики. Нам они нужны будут. Вот, возможно, если мы будем в союзе с Британией долго достаточно, то не пригодятся. Но в один момент все равно нужны будут. Потому что здесь флот большой. Как бы, а мы не можем, на самом деле, доверять британцам. Вот. Ну, в любом случае, с вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока.